Чутким руководством коммунистической партии И лично, товарищи, утром 14-го числа весеннего месяца Ниссана Ранним утром 14-го числа весеннего месяца Нет, он прожил долгую жизнь Его Евангелие было написано с такой Будет, как есть Пусть всё будет, как есть Я убил, я тихо сгубил его своим примитивным и робким способом Где вращаются звёзды? Историк по образованию Итак, граждане, я вижу, что количество публики в зале вызывает... ...масла И всё сегодня прикрещало в нехороший день Но это можно выразить гораздо проще И всего одним словом ...масла 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 ...левый пузырь ...чет Захода на три римса ломки! Вот, ломки! Какой-то второй, так и третий. Абсолютно бессмысленно. Это не на повод. Просто сжигают его в печи. Где я только не был, а? Я только все время забывал. Значит, по этой специальности пригласили к нам, да? Да, меня поэт и пригласили к вам. Скажите, а дьявола тоже существует? А он до беды, стало быть, посочнулся и поехал на весы. И этот час, рука его захотнула и взорвалась. Нога неудержима, как по лету поехала по плыжнику, откосом сходящего к рельсам. И перелетом и просила на рельсы! Он успел повернуться на бок и разглядеть, не сдущаяся на него с неудержимой силой совершенно белой от ужаса лицо женщины! И вы просила круглый темный предмет! Он запрыгал по плыжнику! Это была отрезанная голова Берлиоза! Бамушка, какая Анушка? Позвольте не узнать! Не построили он это всё сам! Сознавайтесь, кто вы такой! Я не понимаю говорить русский! Он не понимает! Да вы только чтоб прекрасно говорили по-русски! Нет, нет, нет! Вы не девиц, вы не профессор, вы любительный шпион! Документы! Граждане, что же это вы волнуете, интурист? Народ! Граждане, это строжайших тысяч! Граждане, помогите! Помогите задержать преступника! Первым делом надо кричать «Караул!» «Караул!» Братья! Братья мои! Други! Он появился! Ловите же его! Иначе он отворит неописуемых бед! Этот консультант сейчас убил на патриарших Мишу Мерёза! «Карул!» «Карул!» «Телеграмма-волния» «Киев!» «Дядюшка!» «Меня сегодня вечером зарезала трамвая!» «Покороны!» «Через два дня!» «Твой любимый!» «Ты не покойный!» «Миша Берлион!» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! с которой я очень близко познакомился в Брокинских горах на чёртовой-то кафедре. Может ли это быть, мессир? А, триста лет. Я думаю, лет через триста это пройдёт само собой. Мне советуют множество всяческих лекарств, но я по старинке придерживаюсь бабушкиных средств. Поразительные травы оставила в наследство моя бабушка. Поганая старушка. Рад нашему знакомству, Маргарита Николаевна. Быть может, и у вас есть какая-нибудь боль, печаль, отравляющая душу, тоска? Ничего этого нет, мессир. А теперь, когда я у вас, я чувствую себя просто великолепно. Ну что ж, это радует. Да, кто так говорит? Кровь – великое дело. Итак, бал ста королей. Бал весеннего полнолуния. Не теряйтесь, королева, и ничего не бойтесь. И главное – ничего не пейте, кроме воды. Иначе вы разоблеет, и вам будет трудно. Итак, пора. Разрешите, королева, дать вам последний совет. Среди гостей на балу будут различные. Ох, уж очень различные. Но никому никакого... Но сейчас нас интересует дальнейшее. А мне радостно будет из чаши, которую вы... Придите внимание, решите представить. Император Рудольф, алхивист. Какой, какой чудесный публичный дом. Вы мне в Страсбурге. Мы в восхищении. Мы в восхищении. А вот тот двадцатилетний мальчукан – мечтатель и чудак. Он с детства отличался странными фантазиями. И вот его полюбила одна девушка, А у меня он и продал ее. Публичный дом. Я... Я в восхищении. Королева, в восхищении. Потрясающе. Все вновлены. Очарованы. Сколько музыки, сколько фактов, сколько шарма. Это... Это водка? Помилуйте, королева. Ну, разве мы могли бы себе позволить налить там и водки? Это чистый стиль. Эти у неба пролела. Кровь ушла к землю. Я... Я пью. Ваше здоровье, господа! Ваше здоровье, господи, господи. О чем вы говорите, миссия? Плачь, не терзай мне душу, мне страшно. Я... Я болен. У меня снова начались галлюцинации. А вы-то верите, что это действительно я? Там. Днем вы будете гулять. Воровье, фагот, печальный рыцарь с мрачным, никогда не улыбающимся лицом. Когда-то этот рыцарь неудачно пошутил. Его каламбур о свете и тьме был не совсем хорош. И вот пришлось ему шутить немножко дольше, чем он предполагал. Я буду надеяться на прощение. Я буду ходатайствовать. Гелла, служанка, просторопно, понятливо предана. И нет такой услуги, которую она вдруг не смогла бы оказать. Но у нее своя история. Я думаю, при случая познакомитесь поближе. И, наконец, кот, бегемот, демон ваш. Лучший шут, который когда-либо существовал в мире. О, боги! Боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами. Кто не блуждал в этих туманах? Кто не летел над землей, неся на себе свой непосильный крест? Тот этого не знает. Это знает уставший. И он без сожаления покидает эту землю. С ее болотами и туманами. И смело отдает себя в руки смерть. И вот только смерть может принести вам настоящий вселенский покой. Ну что, прощание состоялось. Все счета оплачены. И нам пора. Все будет правильно. На этом построен мир! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 Продолжение следует...